То Бог ель, яко Бог наш. Звучит песня. Звучит песня. Первая неделя, она называется как? Неделя Амитрии и Фарисеи. Она имеет свое название из-за того, что в этот день в церкви за благослужением, за божественной литургией читается Евангелие Причта Амитрии и Фарисеи. Церковь, как любящая мать, она готовит своих чад заранее к Великому посту. Эти недели называются подготовительными. И первая неделя подготовительная неделя о Матерее и Фарисее. В Евангелии именно этого дня мы слышим Причту, которая читается в храмах. В храм зашло два человека, чтобы помолиться, вознести молитву Богу. Один был мытарь, а другой был фарисей. Фарисей вышел на переднее место в храме, придал тарь и начал молиться такими словами. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как другие грешники, прелюбодеи, воры, или как тот мытарь даже, который позади меня стоит». И была другая молитва, молитва грешного мытаря. Мытарь вошел в храм, встал в начале храма незаметно для других, бил себя в грудь и говорил «Боже, милостью будем негрешному». Было совершено две молитвы. И сама Причта, она как раз ей показывает нам на то, какой должна быть молитва. Представляя нас к вхождению в Великий пост, Церковь нас назидает о молитве. И Господь, как мы слышим дальше из Прички, сказал, что истинно говорю вам, что второй вышел более правдным. То есть мытарь вышел оправданным из храма больше, нежели фарисей. И также Господь сказал, что тот, кто себя возносит, тот упадет, как бы, а тот, кто себя смиряет, тот вознесется. Фарисей показывает молитву именно гордого человека. Он с первых слов благодарит Бога, что он не такой, как все другие. То есть он не видит в себе никаких недостатков. Он говорит, что он два раза в неделю постится, это его слова из молитвы. Он говорит, что он десятину также жертвует на храм. То есть он с себя пришел, чтобы похвалить перед Богом. Хотя Господь знает все наши помышления, Господь сердцевидец и знает каждого из нас лучше самих нас. Но фарисей, он, будучи гордым человеком, и только, как и все фарисеи, и исполнял закон по букве. Поэтому не раз в Священном Писании Господь называет фарисеев лицемерами. Господь говорит, что бойтесь закваски фарисейской, то есть бойтесь лицемерной молитвы. Потому что, делая добрые дела, они же их делали, они делали напоказ. И даже в молитве фарисей захотел быть первым, лучше всех, чтобы его видели, чтобы его похвалили. Потому что они ходили среди людей, вот они считали себя как бы особенными, знающими закон Божий. Вот они знали закон Божий, но они знали только букву закона Божьего. Но они его, на самом деле, не исполняли. И такая же была и молитва, соответственно, горделивого человека. Но мы видим пример и другой молитвы, именно молитвы смиренной, покаянной. Кто такой Метарь? Метарь – это сборщик податей, который собирал подать со своего же народа, который был ненавидим, естественно, среди своих ближних. Вот его не любили, потому что он, собирая то, что положено по закону, отдавая налоги римскому государству, он также, естественно, еще с лихвой что-то брал, чтобы и себе чем-то наживиться. И поэтому его недолюбливали в народе своем. И он, видя, действительно, свою греховную природу, видя, насколько он, как бы, такой падший перед Богом, он, видя свое недостоинство перед Богом, он даже не поднимает глаза свои к небу, а он смотрит в пол храма и просит у Бога, чтобы Господь был к нему милостью. Поэтому и Господь сказал, что второй вышел более оправданным. То есть молитва мытаря, она достигла Бога, и она была более богоугодной молитвой, смиренной молитвой. То есть для нас, настраивая себя на вхождение в Великий пост, мы должны понять, какой должна быть наша молитва. Она должна быть не только, как бы, на языке у нас, она должна исходить из сердца. Потому что мы знаем, что язык может говорить только слова, и не всегда правду, больше и неправды может говорить. И это только видимое. А вот сокрытое, оно находится в нашем сердце. Вот и молитва чистосердечная, она должна исходить из сердца. И она тогда может быть и богоугодной молитвой. Вот такие два примера молитвы наводит нам священное писание через притчу о мытареи фарисеи. Конечно же, приготовляя себя к вхождению в Великий пост, мы должны учиться мытареву смирению. Вот этому нас научает святая церковь. Отец Андрей, говорят, что смирение – это одно из крыльев, которое может помочь христианину вознестись на небеса. Но для того, чтобы приобрести смирение, для того, чтобы приобрести именно эту молитву мытаря, нужна непрестанная работа и необходима непрестанная работа над собой. А для того, чтобы работать над собой, тоже нужны силы. Где их черпать, отец Андрей? Человек сам по себе, он ничего не может. Человек может находить силы и помощь себе через притчение священного писания. Человек может находить силы именно через излияние на его святых благодатных даров святого духа. И сам даже пост, молитва, милостыня, они могут послужить человеку, как и для спасения, но также они могут и отдалять человека от Бога. И как раз пример этому кричитам Итарея Ферисея. В Священном Писании мы читаем, что «Гордым противится, а смиренным дает благодать». Гордыня – это есть мать всех грехов и пороков. И гордыня, она происходит от лицемерия, от тщеславия человеческого. И уже после таких грехов, от тщеславия и цемерия, приходит гордыня к человеку. И он уже не замечает ближних своих, он уже не видит именно других, что они делают добрые дела, что они так же молятся Богу, что они постятся, трудятся над своей душой для спасения ее. Он этого не замечает, он только видит свои добрые дела, и делает эти дела еще и на показ, чтобы другие видели. И можно дело делать для души, любое дело, труд свой, трудиться и молитвой, и пост может быть для души и доброе дело. А может оно быть именно только для тщеславия, чтобы другие говорили, вот он какой добродетель великий, вот он какой великий друженик. И поэтому нужно различать смиренную молитву и молитву ордеца. И поэтому есть ложное смирение, а есть действительно искреннее такое смирение, евангельское смирение, смирение с покаянием. И этому учит нас Святая Церковь в эти подготовительные дни, вхождение в Великий Пост, чтобы мы вооружались молитвой, трудом, смирением, вот и готовили себя к духовной весне, потому что так Святые Отцы называют Великий Пост. Это есть духовная весна для нашего тела. Это время, вот, десятина Богу, которая отдается нашего времени для того, чтобы уделить это время для своей бессмертной души, для спасения своей бессмертной души. До Великого Поста, как мы уже выяснили, остается три недели. Великий Пост не врывается в нашу жизнь неожиданно, а Церковь готовит человека к посту, к тому, чтобы он достойно встретил духовную весну. И эти три недели, они, конечно, пролетят мгновенно с одной стороны, а с другой стороны, наверное, каждый день чему-то нас научает. Каждый день, каждый праздник в жизни нас чему-то научает. Так и дни подготовительные Великого Поста, они нас также научают. Церковь через Евангелие, через притч, нас научает, чтобы мы правильно подготовились к вступлению в Великий Пост. Именно воскресный день, который читается эта притч, он также нас научает, как и последующие воскресные дни, они будут нас научать вот именно правильной молитве, всепрощению Божьему, что Бог милостивый, и что как бы человек далеко не отдалялся от Бога своими плохими делами, что Господь всегда его сможет принять, простить, потому что любовь Божия, она изливается одинаково на всех, и на праведников, и на грешников, и на царей, и на убогих, и на нищих. Не имеет значения, мы все у Бога образ и подобие Божие. Вот мы все перед Богом одинаковы, потому что, как по выражению Священного Писания, что солнце сияет и на добрых, и на злых, оно сияет на всех одинаково. Бог также свою любовь дает нам всем одинаково. Только уже мы выбираем, каким путем идти, и своими действиями мы или благодать Божию приближаем себе и становимся ближе сами к Богу, или мы, наоборот, отдаляемся от Бога, и простыми словами погибаем просто. Погибает наша душа, и мы сами погибаем, потому что мы без Бога спастись не можем. И Бога нельзя обмануть, потому что Бог не обманывает человека, а человек не может обмануть Бога. Можно скрыть что-то от людей, свои действия какие-то, но от Бога мы ничего никогда не скроем. И поэтому мы должны помнить, что мы все ходим под Богом, и мы должны всегда уповать на милость Божию, потому что Бог без нас, самих нас не может спасти. Должно быть наше искреннее желание, искреннее намерение, вот что мы действительно хотим быть сыновьями, детьми Божими. Пусть милость Божия пребывает на всех вас.